Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я покажу вам два рецепта, которые меня очень выручают во время наших летних каникул, потому что готовятся они быстро, и эти два блюда любит вся моя семья. Сегодня я отправляюсь на рынок и прошу дать мне ингредиенты для рыбного супа. Вообще, если говорить о рыбном супе, в любой кухне мира мы получаем нечто похожее на привычную всем нам окрошку. В этом рецепте я буду использовать помидоры, но можно использовать томатную пасту. Я добавляю небольшое количество оливкового масла, кладу помидоры и также зубчик чеснока. Я забыла замочить ракушки, черные ракушки я буду использовать, коца, и мне пришлось их чистить очень быстро и не очень тщательно в момент, когда мы уже вернулись к морю, и мне нужно было сажать семью за стол. В целом ракушки желательно приготовить отдельно, вынуть из них внутреннюю часть, которую потом все будут есть, процедить бульон и потом добавить этот бульон к основному бульону. Но я не буду так делать, я покажу вам укороченный и упрощенный вариант. Я жду, когда ракушки немного раскроются, добавляю стакан белого вина, можно чуть больше. И здесь очень важно, когда вы добавляете белое вино, стоять рядом с плитой и рядом с вашим блюдом. Вы будете чувствовать резкий, достаточно горький запах. Необходимо, чтобы он исчез. Это значит, что алкоголь из вина, спирт из вина выпарился, и таким образом и бульон у вас не будет горьким. Очень важно добавлять, допустим, воду, либо все последующие ингредиенты после того, как вы перестали чувствовать запах спирта. Я все перемешиваю, оставляю, внимание, свое блюдо открытым. Я не накрываю его крышкой в данный момент. Жду, когда ракушки начинают раскрываться и снова перемешиваю. Выкладываю сверху рыбу, которую мне посоветовали. Но я взяла рыбу платеса. Мне сказали, что она тоже подойдет, потому что в Италии это считается детская рыба. Она очень нежная на вкус, она на самом деле похожа на омлет. Дети, как правило, ее охотно едят. И эта рыба, точнее филе платесы, она не имеет косточек. Я выкладываю также небольшого осьминога, которого мне уже почистили и порезали непосредственно в магазине. И сверху я выкладываю польпа деканоча. Это непосредственно мякоть из такого морского обитателя, который внешне очень похож на скампию, возможно, на креветку. Но на самом деле это то, что, скорее всего, можно встретить, возможно, даже не в каждой стране. И самое интересное, что меня сегодня удивило, мне не посоветовали брать креветки именно для супа. Я не стала уточнять, почему и с чем это связано, потому что передо мной была очередь. И за мной была также очередь, как всегда бывает традиционно в утренние часы. Я пошла именно утром за своими покупками. Аккуратно все перемешиваю. Мне очень хотелось, чтобы филе платесы сохранилось в виде филе, но мне не удалось. Филе платесы, оно дает густоту бульону. И на самом деле подойдет любая рыба, которая, допустим, останется целостным кусочком. Но в моем случае этого не произошло, и платеса дала непрозрачность и густоту бульона. Вот таким образом все это выглядит. Как вы видите, я готовлю без крышки. Потом добавляю, и это тоже важный шаг, только потом, когда, в принципе, уже все практически приготовилось, добавляю воды. Достаточное количество, но немного. Бульон, который вы будете готовить из морепродуктов, никогда не нужно солить. Он уже у вас будет соленым, потому что морепродукты обладают своим количеством соли. Вот такое количество бульона у меня получается. И вот такое количество всего, что внутри бульона. По идее, пробую бульон, очень вкусно. По идее, конечно, нужно бы ракушки очистить, но у меня просто нет на это времени. Я буду сервировать уже непосредственно в тарелке, и каждый почистить себе сам. Я добавляю сельдерей, который в данной рецептуре не предусмотрен. Но сельдерей очень любит вся моя семья, в особенности Габриэль. Он всегда просит положить ему вот такой полусваренный сельдерей. Я добавляю его в самом-самом конце, и действительно он получится не до конца приготовленным. Часть, которая более твердая, я кладу полным кусочком, потом это буду вынимать, как для любого бульона. То есть это то, что потом не идет в еду, не употребляется. Ну а часть нежного сельдерея я порежу вот такими небольшими дольками. По желанию можно добавить петрушку, но петрушки у меня не было в наличии. Я добавляю всегда небольшое количество, если у меня это небольшое количество имеется, вот такой вяленой ветчины. И я это делаю для того, чтобы бульон приобрел большую интенсивность во вкусе. Признаться, этой интенсивности я обычно не чувствую, но я посмотрела, подсмотрела этот лайфхак в каких-то кулинарных шоу. Когда-то мне очень нравилось смотреть кулинарные шоу, и такой рецепт, такой лайфхак рекомендовался именно для бульонов, именно для рыбных бульонов. Очень многие переживают, что мы не едим сладкого, и дети мои не видят сладкое. Вот буквально вчера мы брали в ближайшем кафе вот подобную выпечку, и дети были очень довольны, конечно же, очень рады. Ела ли я булки? Да, я съела две булочки. Следующий рецепт, это тоже ракушки, и я буду готовить только ракушки. На ту порцию, которая мне потребуется, я беру килограмм 200-полтора килограмма ракушек. И этой порции, да, ее хватает на всех пятерых членов нашей семьи. Мы едим, по всей видимости, немного по сравнению с очень многими зрителями, которые меня смотрят. Никто не встает из-за стола голодным. Поэтому необходимо выложить ваши ракушки и, внимание, залить их холодной водой. И в воду добавить, ну, на килограмм, полтора килограмма, примерно столовую ложку самой обычной соли. Это нужно для того, чтобы ракушки ожили. Они, на самом деле, живые. Раз они закрыты, створки их плотно закрыты. Это значит, что они живые, они должны слегка раскрыться, они должны профильтровать сами себя, они должны сами себя очистить. Вы замачиваете ракушки примерно на три часа. Я это делаю всегда с утра, перед тем, как уйти на море. Когда я возвращаюсь с моря, я тут же меняю им воду, оставляю их еще примерно на полчаса. Но желательно воду менять за три часа два-три раза. У меня просто нет такой возможности. Я меняю воду еще один раз, оставляю на полчаса и чищу их от того, что бывает нарастает на ракушку. И то, чем она питается, очень часто через створки определенное количество водорослей, либо травы, даже не знаю, как это объяснить, оно остается. Когда вы замочите ракушки, вы услышите характерный звук, характерное бульканье. Это очень хороший звук, это означает, повторюсь, что ваш продукт абсолютно свежий, он живой, таким, каким и должен быть. Снова оливковое масло, разогреваю кастрюлю, у меня не сковорода. До нужной мне температуры ставлю на максимальную, через три минуты буду выкладывать ракушки. Желательно использовать чеснок, сначала его обжарить, порезав мелкими дольками, но в тот день, когда я готовила, у меня не было чеснока. Выкладываю ракушки, будьте осторожны, потому что масло, которое уже нагрелось, при соприкосновении с водой из ракушек начнет очень сильно брызгать. Переоденьтесь, наденьте передник, если вам нужно, и, пожалуйста, не позволяйте маленьким детям подходить к вашей плите, пока вы выкладываете ракушки, пока вы их не накроете. В общем-то, все просто. Выкладываю и начинаю помешивать. Примерно через три минуты, когда ракушки начинаются раскрывать, я добавляю на подобное количество ракушек уже не стакан, а полтора стакана вина, либо даже два стакана вина. Все на самом деле зависит от вкуса вина, от выраженности его вкуса. Для приготовления, конечно же, стоит брать самое недорогое домашнее вино. Если вы берете бутылочное вино, его потребуется чуть меньше. Как правило, бутылочное вино имеет выраженный вкус. Если вы берете домашнее вино, вам потребуется на полтора килограмма ракушек примерно два стакана. Процесс тот же самый. Вы не накрываете крышкой вашей ракушки и ждете, пока уйдет этот достаточно горький и, возможно, кому-то неприятный запах. Это испаряется спирт из вина. Как можно было видеть, я готовлю на максимальной температуре для того, чтобы все происходило быстрее. Но вы можете убавить огонь и достаточно просто медленного кипения вашего соуса. А соус в данном случае это не что иное, как то количество вина, которое вы добавили, и то количество соуса, которое дадут вам ракушки. Я постоянно помешиваю, потому что, признаться, у меня большое количество ракушек и маленькая сковородка, получается, кастрюля. Следующий шаг это томатная паста. Внимание, не соус помидорный, в котором, как правило, уже есть другие ингредиенты, помимо помидор. Это может быть и соль, и сахар, и базилик, и все что угодно. Нет, вам нужна именно томатная паста. Она будет очень густая и выглядит как паста. Либо вот такой баночный соус, который, кстати, если вы живете в России и решите приготовить что-то подобное, можно заменить густым томатным соком. Но в целом в Италии специально продается вот такой, вот такой, да я даже не знаю, что это. Это не соус, это именно перетертые помидоры. Очень часто они даже бывают без соли. И, соответственно, примерно 600 грамм мне требуется для приготовления моего блюда. Воду не добавляю, накрываю крышкой и жду. Вот таким будет выглядеть мое блюдо примерно через 3-5 минут после того, как я накрыла крышку. Ориентируйтесь, пожалуйста, на раскрытие ракушек. Как только они раскрылись, как только они стали примерно в 2 раза меньше по размеру своему внутри раковины, значит, они готовы. Здесь ориентироваться нужно именно на сами ракушки, на то, как они начинают выглядеть. Потому что очень многое зависит от того, сколько у вас ракушек и насколько большая посуда, в которой вы готовите. Традиционно детям я предлагаю рис к подобному блюду. Мы же едим его просто вот в таком виде. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.